Книга «Открытым оком», тема женщины, 26 том, вопрос 3805. Мужчины в миру любят красивых женщин, это понятно, но и верующие тоже выбирают себе не с изъянами. Разве у христиан не должно быть на первом месте духовное? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Духовное рассмотреть не всегда удается сходу, а телесное оно на виду. И когда телесная любовь уже зажглась, духовно более одаренная остается позади, как в песне, когда скороспелая черешня переходит дорогу у скромной и стыдливой. Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой. Бедная моя с судьбою горькой, горем, смертью, никакою силой не поспоришь с глупой поговоркой. Сколько б ни молила, ни просила. Все, что сердцем взято будет, красоте твоей присудят. Будешь нежной, верной, терпеливой. В сердце все равно тебе откажут. Скажут, нету сердца у счастливой. У красивой нету сердца скажут. Что любима ты услышат, красоте опять припишут. Выйдешь замуж по расчету, значит, полюбить красивая не может. Все добро на зло переначат и тебе на плечи переложат. Если будешь гордой мужем, скажут, потому что нужен. Как других с ним разлучить могила. Всем простят, тебя возьмут в немилость. Позабудешь, скажут, не любила. Не забудешь, скажет, притворилась. Скажет, пусть она поплачет. Ей ведь ничего не значит. Если на показ ты не рыдала, даже не заметят, как страдала. Как тебя, не детские печали на холодной площади встречали. Как бы горе не ломало, ей красивой горя мало. Нет, я не сержусь, когда не веря. Даже мне ты вдруг глядишь пытливо. Верить только горю до потерям. Выпала красивой и счастливой. Если б наперед все знала, в детстве бы дурнушкой стала. Может, снова к счастью добредешь ты. Может, снова будет смерть и горе. Может, и меня переживешь ты. Поговорки злой, не переспоря. Если родилась красивой, значит, будешь век счастливой. Май 1941 года. Константин Симонов. Красиво подвергается повышенной опасности от насилия. Бытие 12, 14, 15. И было, когда пришел Аврам в Египет. Египтяне увидели, что она, Сара, женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы. И похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. Сидел рыбак веселый на берегу реки. И перед ним по ветру качались тростники. Сухой тростник он срезал и скважины проткнул. Один конец зажал он, другой конец подул. И будто оживленный тростник заговорил. То голос человека и голос ветра был. И пел тростник печально. Оставь, оставь меня. Рыбак, рыбак прекрасный, терзаешь ты меня. И я была девицей, красавицей была. У мачехи в темнице я некогда цвела. И много слез горючих невинно я лила. И раннюю могилу безбожная звала. И был сынок-любимец у мачехи моей. Обманывал красавец, пугал честных людей. И раз пошли под вечером и на берег крутой. Смотреть на синие волны, на запад золотой. Моей любви просил он, любить я не могла. И деньги мне дарил он, я денег не брала. Несчастную сгубил он, ударив грудь ножом. И здесь мой труп зарыл он на берегу крутом. И над моей могилой зашел тростник большой. И в нем живут печали души моей, молодой. Рыбак, рыбак прекрасный, оставь же свой тростник. Ты мне помочь не в силах, а плакать не привык. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должен предать смерти обоих, и мужчину, лежащего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведи к воротам того города и побейте их камнями до смерти, а траковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с траковицей обрученную, и схватив ее ляжет с нею, то должна предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А траковице ничего не делай. На траковице нет преступления смертного, ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. И хотя траковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Духовную красоту может рассмотреть только тот, кто сам настроен на высшее. Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость. Жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал. Мысленно вместе с тобою прострадал я минувшие годы. Все перечувствовал вместе с тобою и печаль, и надежды. Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я. Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий. Дороги мне твои слезы, и дорого каждое слово. Бедная вижу в тебе я, дитя, без отца, без опоры. Рано познала ты горе, обман и людское злословье. Рано под тяжестью бед твои преломились силы. Бедная ты, деревцо, поникшее долу головкой. Ты прислонись ко мне, деревцо, к зеленому вязу. Ты прислонись ко мне, я стою надежно и прочно. 21 октября 1851 год, А.К. Толстой. 1 Иоанна 2, 13-14. 1 Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. 2 Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. 3 Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. 4 И вы победили лукавого. Только утро любви хорошо. Хороши только первые рубкие речи. 3 Трепет девственно чистой, стыдливой души. Недомолвки и беглые встречи. Перекрестных намеков и взглядов игра. То надежда, то ревность слепая. Незабвенная, полная счастья пора. На земле наслаждение рая. Поцелуй первый шаг к охлаждению, мечта. И, возможно, и близкою стало. С поцелуем роняет венок чистота. И кумир низведен с пьедестала. Голос сердца чуть слышен. Зато говорит голос крови. И мысль опьяняет. Любит тот, кто безумней желанием кипит. Любит тот, кто безумней лапзает. Светлый храм в сладострастный гарем обращен. Смолкли звуки священных молений. И греховно пылающий жрец распален. Знойной жаждой земных наслаждений. Взгляд, прикованный прежде к прекрасным очам. И, горевшись стыдливой мольбою, Нагло бродит теперь по открытым плечам, Обнаженным бесстыдной рукою. Дальше миг наслаждения и пышный цветок Смят и дерзостно сорван. И снова не отдаст его жизни кипучий поток. Беспощадные волны былого. Праздник чувств, чувства окончен. Погасли огни. Сняты маски и смыты румяна. И томительно тянутся скучные дни Прошлой прозы, тоски и обмана. 1883 год над сон. Псалом 118, 9 стих. Как юноши содержать в чистоте путь свой Хранением себя по слову твоему. Сирахова 10, 9. Многие совратились с пути Через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Ты ждешь любви всем существом своим. А ждать-то каково? Ведь ты живая. И ты идешь с чужим, недорогим, Тоску свою любовью называя. Один не тот, потом другой не тот. А глянешься, а сердце-то остыло. Когда ж толпе единственный мелькнет, Его окликнуть не достанет силы. Не шаля с любовью, не балуя, От живого чувства не беги. Береги, девчонка, поцелуй, Да смотри, не перебереги. А не то с ноги поднявшись левой, Щуря потускневшие зрачки, Вдруг проснешься нудной старой девой, Полной злобы к людям и тоски. 1960 год. Лев Ашанин. 1 Коринфянам 7, 38-40 Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, А невыдающий поступает лучше. Жена связана законом, Доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, Свободно выйти за кого хочет, Только в Господе. Но на блажении, если останется так, По моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Ты меня не любишь, не жалеешь, Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, Мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, Я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, Сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, Не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, А теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, И ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не очень, Утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, Легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, Улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, Только не горевших не мани. И когда с другим по переулку Ты пойдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку, И с тобой встретимся мы вновь. Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз, Ты мне скажешь тихо, Добрый вечер. Я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. 1925 год. Сергей Есенин. Притчи 6, 24-35. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, От льстевого языка чужой, Не пожелай красоты ее в сердце твоем, И да не увлечет она тебя ресницами своими, Потому что из-за жены блудной Обнищивают до куска хлеба, А замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь за пазуху, Чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим уголям, Чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с теми, Кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, Не останется без вины. Не спускает вору, если он крадет, Чтобы насытить душу свою, Когда он голоден. Но, будучи пойман, Он заплатит всемера, Отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиной, У того нет ума, Тот губит душу свою, Кто делает это. Побои и позор найдет он, И без чести его не изгладится, Потому что ревность – ярость мужа, И не пощадит он в день мщения, И не примет никакого выкупа, И не удовольствуется, Сколько бы ты не умножал даров.